18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Те поставленные задачи, которые перед нами ставятся, были выполнены в полном объеме. Ни дня без подвига. Сегодня в «Анапе» участвовали людей самой мужественной и благородной профессии. Выполнили все в количестве их 7 штук в полном объеме. Работы закончены. И проехать, и пройти. Как выполняется поручение мэра по формированию доступной среды. Мы постарались в книге посмотреть на этих животных с другой стороны. Заповедными тропами через книжные страницы. Познакомиться с жизнью уникальных обитателей утреша теперь можно, просто открыв книгу. Состоялась завершающая в этом году сессия Совета муниципального образования. Депутаты «Анапа» утвердили бюджеты и изменения в структуре администрации. Приняли отчеты по реализации ряда муниципальных программ. В работе сессии принял участие глава города-курорта Юрий Поляков. Изменения структуры администрации коснулись двух моментов. Полномочия по взаимодействию с общественными объединениями переданы управлению организационной работой и по связям с общественностью. Ранее эти задачи выполняло управление по взаимодействию с правоохранительными органами. Кроме того, упразднена должность заместителя главы, курирующего вопросы сельского хозяйства и деятельности сельских округов. И вновь введена должность начальника управления сельского хозяйства. Депутаты согласовали кандидатуру Евгения Азизова на должность заместителя главы, курирующего вопросы внутренней политики. После того, как начальники ряда управления отчитались по муниципальным программам, председатель совета Леонид Кочетов подвел итоги нормотворческой работы депутатского корпуса. За прошлый год мы с вами провели 21 сессию, рассмотрено 143 вопроса. Это действительно приходилось вникать, разбираться, опускаться в эту проблему и принимать решения. В этом году проведено 65 заседаний комитетов, на них рассмотрено 189 вопросов, проведено 22 заседания фракции. За этими цифрами важнейшие для жизни города решения. Глава Анапы подчеркнул, в 2018 году задач будет не меньше. Я хочу, чтобы вы знали, 17-й год, конечно, был тяжелый, 18-й будет тяжелее, я скажу вам на сколько, на 4%. То есть все должны в каждой своей отрасли дать дополнительные 4%. Поэтому вам всем еще раз удачи, здоровья, спасибо за хорошую работу, пусть вас всех Бог благословит и даст вам удачи. Спасибо. Совет депутатов продолжит работу в январе 2018 года. Сегодня поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники службы МЧС России. Анапских спасателей честовали в конференц-зале санатория «Анапа-Океан» смелых, самоотверженных и преданных дел «Анапчан» наградили грамотами и медалями. Подробности в сюжете. Рисковать своей жизнью ради спасения других – такую профессию может выбрать далеко не каждый. Поэтому в рядах анапских спасателей только самые мужественные, отважные и благородные люди. Они и сегодня в форме на боевом посту. Так что в зале далеко не все, кто заслужил награды. За добросовестный труд и мужество, проявленные при спасении людей, сотрудникам МЧС были вручены почетные грамоты и благодарности от имени главы города Юрия Полякова. Также за безупречное служение делу медали от Министерства по чрезвычайным ситуациям России получили 19 сотрудников. Мы провели этот год очень слаженно. Количество пожаров у нас за период прошлого года было увеличено вдвое. Тем не менее, те поставленные задачи, которые перед нами ставятся, были выполнены в полном объеме. Мы обеспечили запас и техническими средствами, и оснащением. Укрепили усилия дежурной караулы. Провели определенную подготовку личного состава, которая в свою очередь дала определенные положительные результаты. В дальнейшем планируем свою деятельность улучшать, строим планы на будущее, создаем и улучшаем свою материально-техническую базу. Анапские спасатели добиваются успехов не только в службе. Среди них много спортсменов и просто творческих людей. Поднимают престиж профессии и прославляют службу на различных конкурсах. В этом году на Всероссийском конкурсе «Искусство на службе спасения» в номинации «Литература» среди 60 подразделений страны победила анапчанка Светлана Красовская. Я написала Анатолию Дмитриевичу Маврине. Это наш ветеран. Я хочу сказать, у нас в отряде очень много замечательных людей, профессионалов, замечательных пожарных, замечательных офицеров, замечательные ветераны. Поэтому о них писать одно удовольствие. В завершении церемонии награждения для всех спасателей выступили творческие коллективы городского театра. Руслан Душевский. Анапа. Регион. И сегодня большим подарком для спасателей, а также жителей хутора «Рассвет» стало открытие там аварийно-спасательного поста. Возможности нового объекта оценил глава города. Юрий Поляков поздравил спасателей и хуторян с важным событием, а в подарок передал новому подразделению три автомобиля быстрого реагирования. Главе города докладывают об успешном запуске объекта в эксплуатацию, после чего Юрий Поляков вручил спасателям грамоты и поздравил находящихся на боевом дежурстве с профессиональным праздником. Вы, как никто, другие на той же сентябре лежат, когда вы спасаете, помогаете им в дождь, в снег, в затоплении, в шторм, как наших жителей, так и гостей города уроком. Аварийно-спасательный пост оборудован по последнему слову техники. Все сделано для того, чтобы максимально быстро, когда зачастую счет идет на секунды, отреагировать на опасность и принять необходимые меры. Если раньше удаленные районы находились на пределе времени реагирования спасательных служб, то отныне путь спасателей до точки ЧАЭС сокращен в разы. Связь у нас и радио, значит полностью, вообще отличная. Всего на базе будет нести службу 28 человек. В текущие задачи аварийно-спасательного поста входит ликвидация последствий техногенных аварий, дорожно-транспортных происшествий, а также тушение пожаров. По словам начальника отряда, пост может полноценно покрыть несколько населенных пунктов. В первую очередь, значит, хутор Рассвет, Заря, Усатого Балка, Гайкадзор, Станица Анапская, Куматырь. Это вот непосредственно наша сторона. Ну и в зависимости от выполнения сложных работ, возможно, и по всему району можем поезжать. Валерий Перекоти уже 11 лет работает спасателем. В детстве он, как и многие его сверстники, мечтал стать пожарным. В итоге и мечту детства осуществил, и призвание помогать людям реализовал. В 2009 году на Уташе горел дом, детей выносили с дома. Он спас двоих детей, за это получил грамоты. Людей спасали газовые баллоны, доставали там с домов. Ну, всякое было в жизни. По личному указанию главы Анапы и средств муниципального бюджета, пост был укомплектован тремя спецавтомобилями Нива быстрого реагирования, которые уже с сегодняшнего дня будут нести боевую вахту по спасению человеческих жизней. Руслан Немцев, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сменили угол наклона. Пандусы на центральной набережной в районе парка отеля стали более пологими. Скаты в том виде, в котором они были ранее, раскритиковал глава города Юрий Поляков и поручил реконструировать эту часть пешеходной зоны, чтобы она стала действительно доступна для маломобильных граждан. Поставленная задача практически выполнена. Рабочие ремстрои полностью переложили 7 пандусов, снизив угол наклона. Удлинены пандусы, уменьшен угол наклона. Если раньше угол наклона соответствовал 25 градусам, сейчас он 14-18 градусов, не более. Больше возможности сделать, наклонить его больше ниже нет. Выполнены все в количестве их 7 штук в полном объеме. Работы закончены. Сейчас ведутся работы по устройству закладных. И дальше планируются работы по выполнению установки перил. В целях обеспечения безопасности перила должны быть хорошо закреплены. Для этого рабочие на глубину порядка полуметра монтируют закладные гильзы, к которым будут крепиться поручни. Для того, чтобы бетонный раствор полностью затвердел, понадобится не менее 20 дней. Только после этого к ним будут прикреплены остальные перила. Окончательно проект будет сдан во второй половине января. Подвели итоги работы за три года и наметили планы на будущее. В станице Анапска состоялось совещание Сельского совета ветеранов. В 2018 году Краснодарский край отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К этому событию ветеранская организация готовится по-особенному. Совет ветеранов станицы Анапска проводит серьезную работу в своем сельском округе. Это и военно-патриотическое воспитание школьников, приемы пенсионеров по личным делам, участие в памятных мероприятиях. С 2015 года совет возглавляет ветеран труда Эдуард Мавян. На отчетном совещании он рассказал, какая работа проведена ветеранской организацией за последние три года. Проведена огромнейшая работа, как патриотического характера, так и социально-бытового направления. Проводится чествование юбиляров, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, кавалеров трудовых орденов, пенсионеров. Совет ветеранов строит свою работу совместно с городской и сельской администрациями, общественными организациями, школами, детскими садами, музеями и библиотеками. Серьезную поддержку оказывает депутатский корпус. В частности, из своего фонда депутаты сельского округа выделяют средства на адресную помощь пенсионерам и ежегодно оформляют подписки на местные газеты. Советом ветеранов мы проводим ежегодно встречи трех поколений. Это 23 февраля. Когда мы собираемся за столами, когда это праздник, поздравляем мужчин, это патриотический праздник. Это, конечно же, Новый год. И сегодня также проходит это мероприятие, когда за столами сидят ветераны. Для них проводятся праздничные мероприятия. Это всегда идет с большим восторгом, с успехом. 2018 год в крае пройдет под знаком 75-й годовщина освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В Анапе и районе будут организованы массовые патриотические мероприятия. Совет ветеранов Анапского сельского округа планирует делать ставку на воспитание молодежи. Будем работать именно с молодым поколением. Как работали, так и будем. В школах работать, в этих учреждениях, в садиках работать, в гимназиях работать, мы в город ездим, в гимназии. Чтобы довести именно до молодого поколения, довести слова, как мы понимали и как понимаем наше будущее. А будущее зависит от них, от наших молодых. В завершении встречи творческие коллективы сельского дома культуры поздравили ветеранов с наступающим Новым годом и подарили праздничный концерт. Руслан Душевский, Анапа-регион. Юные анапские гимназки сделали первый шаг к получению разрядов. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» прошли соревнования по общей физической подготовке. Популярность данного вида спорта в Анапе сегодня растет. Те, кто принимают нормативы, сами еще юны. Тем, кто соревнуется, по 7-9 лет. В программе 7 дисциплин, в том числе бег, поднимание туловища. В конце года здесь же пройдет квалификационный турнир по многоборью, уже на снарядах. А эти соревнования – один из подготовительных этапов, чем-то похожий на сдачу нормативов ГТО. Пожестче, посложнее норматив, сложнее, больше, лучше надо сделать. То есть он превышает тот норматив ГТО, больше, да. И девочки, допустим, подтягивания в ГТО не делают, а у нас обязательный элемент, потому что девчонка должна свое тело поднять. Если она свое тело не поднимает, гимнастика – все. Всего гимнастикой на базе детско-юношеской спортивной школы «Виктория» занимаются 150 девочек, 120 из них принимают участие в соревнованиях. Отделение существует уже около полувека. По словам Натальи Морозовой, за последние несколько лет желающих записать сюда своих детей стало значительно больше. У Яны Столбовой гимнастикой занимается дочь. Ей 8 лет. Ребенок достаточно активный, поэтому полтора года назад мама предложила ей направить энергию в спортивное русло. Написали заявление, тренер посмотрела на ребенка, говорит, пойдет. Гибкая, всегда торопится, ни одну тренировку старается не пропускать. Для меня тоже важно. Ребенку ведь нравится. Я хожу, смотрю на выступления. По статистике, после 10 лет в юношеской гимнастике остается меньше половины. Однако родители-воспитанец считают, что данный спорт полезен для общего развития. С такой подготовкой охотно берут в танцевальные студии. В сборной Краснодарского края Анапу уже традиционно представляет по крайней мере одна воспитанница Виктории. Экскурсия по тропам заповедника на страницах книги. В Центральной библиотеке состоялась презентация первого издания для детей, посвященного уникальным растениям и животным атришам. Пока выпущено 500 экземпляров, но в заповеднике уверена, что книга будет пользоваться популярностью, так как интересна не только юным читателям, но и взрослым. Маленькими ножками, заповедными дорожками. Название новой книги говорит само за себя. Листая страницы, юный читатель словно отправляется в виртуальное путешествие по Можжевеловым холмам уникального уголка природы. Автор издания Анна Пукиш, волонтер заповедника, говорит, идея создания книги появилась во время прогулки по Утрешу. Вместе с единомышленниками отобрали самые интересные факты о флоре и фауне и объединили их в познавательную мини-энциклопедию. Руководство заповедника поддержало идею и выступило в качестве издателя. В итоге, как считает сам автор, получилась не просто книга, а экскурсия в книжном формате. Можно увидеть в книге тех животных, которые там описаны. Они же не ждут нас, чтобы мы пришли с ними и сделали фотосессию. И поэтому мы постарались в книге посмотреть на этих животных с другой стороны, с интересной стороны, чтобы это было интересно детям и описать те особенности, которые не видны вооруженным взглядом. Когда вы работаете с заповедником, вы чувствуете, что вы становитесь частью чего-то большего. Это большой яркий мир, в котором вы видите энтузиастов своего дела и профессионалов. И как они работают вместе. Это просто замечательно. Над книгой трудились целый год. Тщательно прорабатывали оформления. На каждой странице иллюстрация, большинство из которых написаны детьми. Валя учится в шестом классе и занимается в художественной школе. Это ее первый опыт в качестве иллюстратора. Дельфины издают очень красивые звуки в море. И мне показалось, что их можно изображить как музыкантов. Книгу можно будет получить в подарок за участие в конкурсах, которые регулярно проводит заповедник. Часть изданий уже нашли достойное место на полках городских библиотек. Полную версию можно прочитать и на официальном сайте заповедника. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Далее информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новостей «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anapregion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЦЕНТРА – до 20% от 3,5 тысяч рублей в год. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСЛУГИ ЦЕНТРА – до 20% от 3,5 тысяч рублей в год. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСЛУГИ ЦЕНТРА – до 20% от 3,5 тысяч рублей в год. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСЛУГИ ЦЕНТРА – до 20% от 3,5 тысяч рублей в год. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСЛУГИ ЦЕНТРА – до 20% от 3,5 тысяч рублей в год. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УСЛУГИ ЦЕНТРА – до 20% от 3,5 тысяч рублей в год.